Я ездил везде, куда только можно было ездить, учился в еврейском университете в Иерусалиме, изучал библейские основы эфирных масел, цеплялся за каждое слово. Почему? Почему они принесли ладан и миру Иисусу? И, ты понимаешь, мы столько раз читаем эту историю, мы слышим ее на Рождество, но мы даже не вникаем в эмоции этого, скорее всего, потому что это история, которая нам не близка. Так и почему? А, ты хочешь, чтобы я рассказал? Да, конечно. Там было три дара, как мы читали в Библии. Мира, ладан и золото. Но вопрос, который не покидал меня, ведь как только я начал изучать масла в Каире, я узнал легенды о том, как Христос приходил в Египет три раза. Это было три раза, когда он был ребенком, потом два, когда он был взрослым. Последний раз, пятый раз, ему было 20-21 год. Он посещал храм, принимая духовные сан, как его называют сегодня некоторые, или священничество. Короче, он учился на священника, проходил обучение, чтобы стать священником. И когда он выпускался из храма, как бы мы это назвали сейчас, они дали ему пять кувшинов с маслами, как выпускнику и как прощальный подарок, чтобы он мог вернуться в свою страну и начать служение. Это истории, которые рассказывают в Египте, древние люди. Это их писания, это их легенды, вы понимаете. Так что я последовал этому и начал копать. Почему? И в процессе я узнал, что в то время золото не имело особой ценности. Оно использовалось для бижутерии, как украшения, но оно не имело той ценности, которую имел ладан и мира. И если мы перенесемся намного вперед и посмотрим, когда открыли главницу Тутанхамона в 22-м году, то увидим, что оттуда извлекли 350 литров эфирного масла, потому что ценность короля измерялась объемом масла, которым он владел. Он обменивал землю на масло, он обменивал жен на масло. Всем, чем он владел, он обменивал это на масло, потому что это было средство обмена, оно имело гораздо больше ценности, чем золото. Так что я спросил себя, почему тогда они принесли два драгоценных дара младенцу Христу, и один такой себе? Так, согласись. И вы должны спросить себя, если бы у меня была возможность принести три дара Христу, ты бы принесла два драгоценных дара, а один, возможно, не очень драгоценный? Нет, я бы принесла лучшее, что могла найти. Вот, и я думаю, мы бы все принесли лучшее. И это приняло меня в следующее путешествие в Южную Аравию, в землю Ладана, чтобы пройти по Ладанной тропе, и попасть в затерянный город Убар, который называли городом странностей, который, оказывается, был центром торговли Ладана, Миры и Бальзама. И торговые корабли приходили в порт Царицы Савской, который находится к востоку от Салалы в Омане. И они привозили разные вещи, шелка, специи, пряны, стерен, сло, грузили верблюдов и отправлялись на 150 километров вглубь страны, в город Од, где они торговали смолой Ладана и Миры. Но я также обнаружил кое-что еще. Они перегоняли смолу Ладана и Миры там и получали масла. И уже масла везли на караване верблюдов в Вифлеем оттуда. И видите ли, масло Ладана называлось жидким золотом. И я узнал это в Еврейском университете, что при переводах со временем слово «жидкое» опустили. И стало Ладан, Мира и Золото. Вместо смолы Ладана и Миры и масел Ладана и Миры.